Свидетель Хромченко, в дни и времени следует заседание защищено от надежащих. Пожалуйста, свидетели, которые были заявлены и вызывали следствие заседания, ожидайте на ковиду. Свидетели, вы представители должны быть ринок и коверка, лукоцеркевшие, естественно, вы на самом деле. Замастоятельность, а свидетели. Пожалуйста, лицо вопроса, который создает следственный процесс, представьте. Пушкин Александр Михайлович, родился в местечку ГОВР, 6-го оживления 1965 года. Где проживаете? Проживаю в местечку ГОВР. Обожаете. Союз Мостоков в Беларуси, Велительская областная организация, Союз Мостоков, 8-го отсвечения. Хорошо. Семейное положение? Жанна. Дети наезды, рейдинбезни совершенно. Ёрст. Назовите, как зовут детей и число месяц года рождения. Пушкин Миколай Александрович, 2-го высоковика, 2004-го года на рождение. И Пушкина Мария Александровна, 23-я снижняя, 2006-го года на рождение. Субтитры предоставлены. 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 В случае установленного закона также имеете право на его обжалование и на получение материального участия. В случае установленного закона также имеете право дать объяснение, выставлять доказательства, участвовать в этом исследовании, заявлять в руках, адаптации, знакомиться с протоколом, принять на него свои замечания, участвовать в рассмотрении дела, получать в постановлении, в случае установленного закона также имеете право на получение урочной части постановления, если заявляться по вызову суда и соблюдать в период свидетельствия. Присаживайтесь. Скажите, пожалуйста, нуждаетесь у него защитника? Конечно, вовсе воронцы были, в этом ошибке. Допустим, когда будут ходатайства, то есть защитник у вас есть, а вы в последующем намеренно заявляете ходатайство. Так, так. Хорошо. Скажите, пожалуйста, отвод будет состав сюда? Нет, нет. Представитель должностного лица, хотя бы, что у вас отвод будет состав сюда. Хорошо. Так. Скажите, теперь какие у вас будут ходатайства? Первое ходатайство – это, как у якости эксперта, мы выслухали мастер-сознавца, музейного работника Буйвола Валерия Яугеновича. Он сидит на калиторе. Он так само абсолютно мастер-ков, специалист по контемпору арт по существу мастер-сознавцу. И другое ходатайство, как вы на белорусской мове ваше честь пирожки гаманить на державной белорусской мове. И третье ходатайство – об допуске Вадима Мушинска, моего рукатор, который у Зенечу его процессов. Хорошо. Три ходатайства. Ваши ходатайства. Участники процесса потерпевшие, представители, нужно осмотреть за ваше мнение, а кто заявлен на ходатайство? Вы возражаете или не возражаете? Нет. Не возражаете. Ну, тяжело будет на белорусском, конечно. В случае, если процесс будет вестись на белорусской языке, то пояснение вы можете давать на русском. Ага. Представцы должны осмотреть за ваше мнение? Нет, белорусской. Хорошо. В теме, кто выполняет праватайство, допуска к участию в судебном заседании в качестве адвоката, пожалуйста, представьте. Муж и русский Вадим Константинович. Да, будет, будет, будет. Еще раз. Нет, нет, я вас не сказала, от первичного, да? Удостерения. Да. У вас будут отводы. Я сижу доверяю. А ты снова присутствую. После того, как раздышим данных нахладист, когда мы заедем, я вам еще единственная разница, и также ваши права, имейте право участвовать в судебном заседании, предоставлять интересы лицарок нашей, которые ведется административный процесс, знакомиться с материалами дела, делать зимние выпуски, знакомиться с протоколом в судебном заседании, предоставлять доказательства, участвовать в их исследовании и в последующем периоде академии также ваши представители, вы можете воспользоваться вашему сторону. В этом случае, если необходимо, я буду передать вам жалобу, обжаровать местные поделы восстановления. Присаживайтесь. Так. 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 Относительно нахладатайство вы сказали о... Бой был Валерий Евгеньевич, мы с вами знаем, вся благословительность того в Беларуси, межзейная работа. Специалист по контемпорарации, по существенному статусу. Скажите, вы хотите, чтобы супер аппетит, не в качестве эксперта, не в качестве свидетельства, а в качестве свидетельства? Бой, он специалист. И он специалист, он по одни признакам не означает, что и есть мастарство. Тебе есть вот идея, что работа мастарская идея. Какими-то документами здесь возможно? У него есть свидетельства, и он все ознайомлено, и в курсе все проходили. Ну, его можно запросить в разговоре с судом. Он на кулигуре сидит. У него есть последствия, в общем, он открыт. Хорошо. Так, на данное ходатайство мы разрешим после того, как суд требует документов, его посмотрит, изучит, и чтобы возможно было определить возможно ли его опросить в качестве специалиста либо эксперта, как вы заявляете. Дякую. Инши Хаданецову не заявлено. У меня есть свидетельство. У меня есть свидетельство. Принимаю ваше внимание те административные правонарушения, которые будут рассмотрены в данном административном процессе. Я считаю, что должностное лицо, в частности, сотрудник милиции, который, во-первых, не может являться потерпевшим по данному лицу. В связи с чем я прошу извинить его статус и попросить судебного заседания в качестве свидетельства. Сотрудник милиции, исполняющий свои должностные обязанности, потерпевшим не может быть в административном процессе. В лучшем случае может быть в уголовном, но явно не в административном. Учитывая, что это сотрудник милиции, который исполняется, я это беру на неделю. Ну, он у нас так будет, допустим, в качестве непосредственных затяжек, поэтому, таким образом, он будет украшен. Я бы что-то не украшен. Угу. У меня нет тех, а если прокатурный, исполняет его нарушение? Да. Да. Это было. Расскажи. Пушкин, 6-12-13-го, около 17 раз, из погрузок документа КГК, по сетям, размешанного вклада создает формирует за московское предупределение в строительстве, дождь, что запрещено за разрешение правонарушения поликлинированного участка для шахта 3-3-4. Корресные статусы нарушения приступить, удалось заказать и подказать законы обстракования для шаговов КГБ, и находитесь в правонарушении за службу в поддержке обновлении процессу судьбов обстановления правительства против первого сбытого разголов услуги с осознением правонарушения и в этом Фушкин отмывался в гостях судьбовом архивом Продолжение следует... 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 И... Продолжение следует... 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 и таких бритких справ. Хочется видать то, что в Битчерин ко мне пришел участок инспектора Делякова добродушный и записал на видеофиксатор все мои твомочения. И я, на речи, ему попросил передать Бабкову и Черкову как внезапно 9 мая пришли в Украинскую церковь на монетный сводку и жалобы. Он загинул всех наших славян, загинул в часы Другой Святой войны. И русских, украинцев, и белорусов помолились, споредались. И я не буду писать заявок, не буду звать, что на месте, не буду к блогерам говорить. Мы конфликт заломотим. Я думаю, Бестовкову было бы так. Но жаль, у тебя там мая, у церквей они побачили ни Бабкова, ни Черкова. А капитан Беляков, он добродушный, жестковый, и он, наверное, передал Бабкову и Черкову, что придите в церкви, я тебя там. Ну, конфликт заломотим. И не будьте возле этого шума, не бросайте на Штубский районник, арену возле этого сопростояния, если тут ненависти, русская белорусская народа. К тому факт мой таких был, что я зародил кровь на плене. Ну и, зубашьте, это случилось в 8 мая, я еще с того, что на червене зародил этот перформанс. И он процентуется до этого, потому что ваша честь, напорно, и вы, то, что вы несете вердикт зараз, и заслуханный эксперт, специалист по сучастному мастерству Google Валерии, и его седьмостатская суббольность, и солидарность в связи с белорусскому на хриппэн-центром, и журналисту, и «Радио Свободы», и инших сроках, и там, и они сделают свою справу. Тому давайте зарубим сотню, крупную, хорошую, долгую, такое мудрое, соломоновое решение. Признаем это дерево цивилизованным таким перформансом и формой, поверьшим наше житет. Настастра сменяет свет. И оно сменяет свету Божьему маму, не шляху. И оно робит сгуба, и оно робит не автоматами, не гаубицами, не градами. А оно робит чисто дискуссионным таким шляхом. И как бы вы несете, все мне абсолютно вердикт, ваше честь, вы знаете, как это выник гэта перформанса Бабкова и Черкова, с воли Севралопта. Будем дальше жить и полежать нашу жительную республику Беларусь. Все. Спасибо, Алина. Что страшное было в том, что Беларусь и Севралопта? Что именно эти зарабели для армии? Выставлены были три плаката. Болитко-Корпутяк, Боря-Бусябра, которые он зарабил еще в 2015 году. Этим плакатом уже четыре года. Это сбор галереи Тушкина. Мне свой приватный сбор, первая приватная галерея в Ульцинску, Цеперина. И я заховываю эти операции. Я потому, что не длинный экран. Я выставил антироссийские вот эти плакаты с выявой Кунтина, с поперечением, что Россия и вся агрессия для Европы. Такая гибридная, паузучая такая агрессия. И махал стягом НАТО. Ходил, первого округа героя опта, никому не занимающая, пока его покупники захотели, я приостановился, пропускал их. И ходил туда-сюда, туда-сюда. Ходил 55 минут. Без слов, молчки. На отваре не было маска. На ушах наушники. На бачах окуляры тёмные. И я ходил с этими плакатами, таким чином, чисто вастатским и театральным дземием, свечу про то, что увага, в этом доме русский мир. В этом доме есть агрессия в Беларуси. Вот такая форма показана. Увага, увага, увага. В этом доме есть плакаты. Плакаты? Написи какие будут. Какие вы написали? На отписи? Стоп. Раша Агрессия. Он Европ. Ахтунг Руссия. По-немецку. И Брудий мир. С воявой портрета Путина. Брудий мир. Это от слова блуд, кровь и кровавый путь. Ну, назовем так. А у меня был мой классный плакат в руках. Беларусь у НАТО. Это контуры Беларуси, из-за чего на Поповской, и надпись Беларусь у НАТО. Все. Еще одна работа была о Ленин, на плотне. Там черепы называемые. И так само написано. Раша, знак равенства, War, война. И кличник. Будь вверх, я надпись. Все. Плакаты, вы расскажи. Плакаты вы расскажете. Плакат, я расставил два, и одну работу о Ленин, носил в руках, и стяг нато, тревал на плечи. Там еще много, навешек, да не было. Моя классность. У меня находится сбор галереи. У Пушкина, кейля, в 1991 году. С момента моего переезда в Витебске, после закончения и у меня уже сборит этих сучастных артефактов, каля, как здесь ситуация у разных актов. Международных, грузинских, польских, белорусских, английских, стремленность, или немецких. Чем была инициатива для себя в Витебске? Инициатива? Ну, моя инициатива, я ее зарабил, и набито для того, как в нашей местности, в Витебске, питание русско-белорусских относится к реализации в средизванную норму, поважать белорусскую мову, поважать белорусскомовных людей. И мы никуда не сказали, что белорусская мова это дружанная мова, мова, дыкленная нация в Средиземе. А кольки людей делали? Чем данные? Один я, и покупники, потом следки, начальники, охранники Евроорта, и они начали так само, вот там один человек, который шокал, я срывал маску, пытался вести дискуссию, то участковый, Крупский, и охранник Высоцкий, они затримали этого человека, а ця мурия в отмене, копьем, не зарабил меня шкоды. Меня это, конечно, снилило, что они, я бы, оховывали меня от реакции людей. Хотя, государство, перефоленство не провоцирует людей на какие-то такие реакции. Но, конечно, не приемно, они, а там реакции, они поглотили, там, бабушки, стрички, навалились, все в 15, погибли, скинули опять плакаты, вспоминали флага, потому что, для многого русского мира, отозначено. По организму, вы говорите, не говорите, не говорите, У вас, все было, все отказались, на себе. Что Вы хотели донести, и не добавьте вашим материалом еще раз. Посыл ясный. Да, администрация ЮРООК, да, администрация всей сети Крама ЮРООК, как они занимались серьезно подробными пытаниями и были приемли на работу, а выдастся уже для них тестирование. Мне бы хотелось, чтобы данный прокурор Русского района дал такое ожидание, что, сабры, если вы не будете проводить тестирование персонала, я представитель из Беларусской моря, какие-то новые курсы, что такое права, цигареты, цукор, ляндрынки, какие-нибудь там, кругмал, ну, все такие речи, как на Бирбес проводили для работников ЮРООК, потому что сейчас, что они становятся с деларистской морей, они просто не знают, что такое ляндрынки, леденцы. Вот ляндрынки, где у нас ляндрынки? У нас тут сразу так придут, скажут, ну, смотри, где тут, я чипоконок, пушку ляндрынок купить, я не скажу, что, какую пушку, каких ляндрынок, ты обратно пришелся к нас верфировать, а мы пошли, покажем целый ляндрынки, и откорозить. Скажите, почему вы не зарегистрировали на руководство украинского? Город Тельфомос, это мастерская речь, наткнение, Ваша честь, вот наткнение, Бог дал, и я пришел, пикет, это политичная речь, пикет, это вот группа людей, недовольные, например, экономической хологией, идут за реверсанка, пишут, мы хотим провести пикет, когда богатская забота, которую вернете, вымыли, заглядают в калибре, где вы хочется, кто перебезти, вот у группы, которая площадь, на площадь, на площадь, но добрый, мы подумаем, 2,5 доллара, дают свердих, добрый, мы дозволяем вам дадести пикет, суперсполитичная коронизация, это же мастерская речь, спектакль, перфонс перкладис, английская речь, спектакль, наткнение, Ваша честь, пришло наткнение, встал, встал, ранец и сказал, все мне, все, Антон, а потом же, требует свертаться в лайн-канале для рефрации проведения репикетов, например, для рефрации подавания. Я веду, что для проведения Митсенгу шестию репикетов требует свертаться, али вот, вы видите, если я раньше встану, взял полос, пошел, встал, в центре группы, перевод только, и пишу, например, снатоли пишу, ну, вот, эту улицу, ползи, жара, гуси, там, люди, ходят, ну, не повиняйте вместе в группу наш район Канкан подпросить дозлок и молливать на пленере улицу Крупп или Евровой. Вы же, а после, на этой картине было на размещение? А, актуальность, или не острая гиперридизированная форма, я говорю, больше сконцентрируйте вагу на российской походе, на российской гибридной бутылке и агрессии. Харик, разуму, харик, кузов, ваш цель. Первых, другого, мы будем выдавать каспорта тем, кто считает себя россиянином и русский язык для него родной. Все. И вы уверяете, что в области уже будет процентов 20 или в нашем группах, однозначно Бакко и Черков уберут в амбасаду и возят червоные российские пушпорты. Однозначно. Поэтому, как этого не старалось, зарабить такую акцию, как этого не было. Не было гибридной ползучей российской инкорпорации в Беларуси. Вот когда у нас будет больше таких черковых и подковых, в Беларуси не будет называться. Мы будем в северно-западной губернии. Две или три или шесть губернии. И это может быть на потягу пермога скачаться и сдаться. Вот если вы видите в 1921 году декларировали по перепису себе 400 тысяч белорусов. Теперь белостоцкое подрядское воеводство Польши. Я еще готов 50 декларировала себе с белорусами 360 тысяч населения. Завтра 30-30 тысяч декларировали. А субборционник не видит субборцион же? Заявился с початку оповник Высоцкий, который долго субборцион говорил по телефону а потом заявился в лучшую часть круга того района который корректно себе повозил минут 20 он глядился по телефону глядел но когда вернее подверг человек и начал срывать со мной маску и не оборонять а нас не засет то есть они повозили себе корректно но притягу где-то полгодины наблюдали терпели решали что родить и кем принять себе субборцион милицей у нас спросили кто могли представить вас в отдельном милицей Из японии? Что вы думаете? Почему? Прости милицию. А я сказал про белорусский. Офицер. Про белорусский. Это ж жалко белорусский морд. Тогда я уже подчинился и пойду с вами. Поставлю. Древние ваши деяния подробовали ситуационную милицию. Коприонер лучше без войны. Загад. А ну все, дальше я должен меня скопить. Ну что ж, ваша цель. Что вы подробовали с вами? Ну вы, что вы говорите, я пытаюсь. По дробованию. А я не пропонувала. Прости. Прости под сторонку на российском море. Я попросил привести их в белорусский морд. Загадать мне это или попросить меня подробовать. Нет. И они сразу приняли меры. Выхватили стяг. Подхватили подрубки. Ну а спектакль по ним не протягиваются. Перформансы, то есть. Супротивные такие. Ну, возьмите. Я повинен супротивляться. По своей роли. Это ж, ну, как же так. Вы меня витрах хватались за поручи. Упирался. Упирался. Справовались сезти. Справовались сезти. А я не избился. Не применял каких-то приемов санпа, карате. О том, что он пассивно сопротивлялся. Как и они мне не худко доставили в районный отдел внутренних стран. Как в этот день перфонс притягался. Я помогал. Двечего. Как люди бачили. Как большие люди, молодцы, блогеры бачили, что ну не так просто у нас ситуация с белорусской группой. Как в этой в течение запомнились. Как она имела место в социальной церкви. Как была отрывалась огласка. Ваша честь. Все могло бы быть перефонно. У церкви приятного мая. Мы бы сегодня не садили. Журналисты бы не были сегодня тут. Газеты про это и сайты не писали. Перебавшими не показали. Ну, раз такое деление и сгонилось. Великие и россиянные церкви. Ну, тогда дремалось. Моя задача, как могла бурж за скриптацию грандской этой страны. Блин, это я декларирую, что за вашу достаточно перфонансы и различного охвата, как могла бурж сделать. Да. Пожалуйста. Я хочу уточнить. Согласно ли с тем, что ваши действия согласно административному протоколу трактует эгитирование? Моя действия? Согласно ли с тем, что в ваших действиях имеется эгитирование? Нет, не сгонится. Это не политичное. Это частное мастарство. Это конструктор реал, сучастное мастарство. Атаксилизм называется. Мастарка не пассивная, которая сидит в майстернии и пишет обнаженных девушек. А мастарк выходит на улицы и на улицах родит нечто такое в день какое-то, чтобы больше взбудражить гранатское мертвование и притянуть его до важных, валючих питаний сучастности. Свердите еще, пожалуйста. Так, ну это было вообще то, что была маска, лозунг охранники. Дневный период, я могу сделать. Можете абсолютно. Потому что на том, что было известно, что бежевый, взятомный человечек. Эта функция называлась взятомный человечек. И возвращаясь к вопросу судьи, после того, как к вам подошли сотрудники милиции и сказали проследовать с ними И они сказали для вас сестра. Нет, для меня вопрос в другом. Разъясняли ли они вам в связи с чем, что не служило причиной, и так далее. И они сказали, пойдемте с наших сучковых автомобилей. В связи с чем? В связи с чем? В связи с чем мне объясняли после вы ответили в России, и после этого произошло фактическое дисследжение. Спасибо большое. В Польше, могут быть вкусны. Останется с утреной. Представьтесь на утреной. Утреной Роман Викторович. 6.05.81. Кровький. Здравствуйте. Кровький, Кровький, 6-го инспектора. Знаменим его с углом на сайте, по вопросу своей деятельности, знакомый с Александром Николаевичем, уже давно. Я прошу обращения. Если, если какая-то возможность, я меняющее, я перевернула процесс. Я бы хотел продолжить допрос, после вы ответили. После вы просите, если есть какая-то возможность. Хорошо. Судьба, пожалуйста, присоединяйтесь. Пожалуйста, вы ответили, спасибо. До свидания. Субтитры. вы ответили, Александр Ильич, первый не прошусь. Нет, можно снизить. 16.087. Начальник, что вопрос с уроком? Где про... где пожелаете? Вознаймо вас, насколько вы вопрос в административной деятельности? Парату деятельности, в соответствии. Своепожирь, на свете. Существует я вас за проказмой, в административной деятельности, и даже вещество и самоудачёмся нашего вести. Своя полус, выгодное поможение вас правят? Да. Риспешитесь за подписку. Что вам было про подельки от Ворисы Шуста? Почему вы, наверное, kissed a few грамм, за уделом? С шестого я был ответственным дежурным руководством. С шестого на седьмом. Примерно после четырех дня работала тревожная группа. Пришла от раны, плюс попутно, что в Европе отправили в Гопу к Утрину. Затем минут, может, десять, ну, по времени так точно не буду, позвонили граждане, сказали, что возле Европы незнакомые люди, ходят с лаганами, выставили какие-то картины, и чтобы мы съездили и разобрались. Как раз приехал в Утринов, позвонил, что у нас с планом. Первоначально еще не знали, что Александр Николаевич, что мужчина ходит с планом, и идешь, и идешь, и ем. Подъехал Мацкевич, мы стали собираться выбивать. Мацкевич позвонил в отдел диалоги из полкома, уточнил, все-таки разрешали кому-нибудь какие-нибудь питки этой демонстрации, вообще разрешение в Утринов право что-нибудь проводить. С полкома ответили, что никому ничего, никакие разрешения не давали, и мы уже поехали туда на дежурной машине с водителем. Утринов был там, люди стояли, потом мы подъехали. Мы не с Мацкевичем подошли сразу, Мацкевич чуть попозже подошел, он отдельно подъезжал. Первоначально я подошел к Александру Николаевичу, представился, но учитывая, что он был у наушников, и демонстративно отвернулся и ушел, то опять же подошли, как раз Мацкевич подошел к нам, предложили, учитывая, что действительно никто никаких разрешений на пикет не давал, но уже состав правонарушения был налицо. Затем сняли немного, отпустили наушники, представили с Данова, сказали, что ему необходимо проехать с нами в РОУД, и это так уже 23-34, часть первую он уже нарушает, то есть фактически что правонарушение совершено. Затем Александр Николаевич опять разворачивается, уходит от нас. Я уже предлагаю, что если он откажется с нами проследовать самостоятельно машину, то против него будут применять физическая сила и специальное следствие, что это употребляет на торгон. Но я демонстративно разворачиваюсь и уходя, Александр Николаевич просто ходил по этому парапету напротив его РОУД, и здесь уже Морскевич подошел, но мы приняли решение, предупредили, что если опять он добровольный не пойдет, то уже приняли решение, и все равно его подруги с применением физической силы доставили машину дальше от РОУД для разбираться. Причем выявлялась у него парапет? Отказ. Первоначально, когда мы пытались подруги его везти, я думаю, он спился наверху за поручей. Потом, фактически, мы потом уже в машину его несли, потому что пытался его упасть, то есть чтобы мы не смогли его. Попытки убирали, но в принципе оно все есть видно. Постоянно убирался, а потом уже, когда поняли, что если так продолжаться мы не сможем, почему подруги его взяли и, грубо говоря, фактически понесли в машину. А потом достали его делать, бегать. Что прямо в флаг или что у вас было? Три картины стояли на парапете напротив здания, а в левой руке, если я не ошибаюсь, был флаг, а в правой руке была картина небольшая. Вот это двустороннее. Там идут двусторонные написи. Ну, Николаевич, ну, в общем-то, ходил. Но, в принципе, я бы не говорил, ничего не высказывал, но единственное, что просто игнорировал. Как у нас, так и с. Маме приглашалось в карте, служба была? Потому что не сразу мы подбежали и начали доставлять помощь. Там около минут семь мы, наверное, по этому парапету и уходили за Александром Николаевичем, мы говорили с ним. Получше с нами, коллег. Ну, если так. Можно? Да, у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, вот действиями Алиса Пушкина, вам лично, был причинен какой-либо вред? Что значит расценивать вред? Каким образом? Физически, имущественно, и как-то пострадали в любом форме вред. Был причинен? Ну, вы должны понимать, если был причинен вред, значит, соответственно, вы можете сказать, какой и в каком вреде. Вы трактуете немного так вопрос? Я ставлю нормальный вопрос. Был ли действиями Алиса Пушкина вам причинен какой-либо вред с событием шестого вреда? Просто если я скажу, что мне был причинен вред, то я имею право заявить, что вы ответили. Правильно? Но в данной ситуации нет. Давайте ответим. Это очень давитый вопрос, и вам будет ли он вообще. Поясните, был ли вред, если вред был, то какой? Какой форме? Если как такового, ну что значит вред? Я же исполнял свои грязности. Совершенно верно. Физический человек, но, оказывается, неповиновен. Понимаю, неповиновенник вред был причинен? Неповиновенник вред? Да. Ну, если только из-за этого периода, в части немного отвлеклись отнесения. Прекращая это правонарушение, мы помогли попасть. То есть, по каким образом вы отвлеклись отнесения службы? Вы исполняли свои обязательства? Я говорю, что мы в части, если бы не прекратили это правонарушение, помогли бы заниматься другими. Это очень важно. Лично вам, как такового вреда, физического имущества не было причинен? Физического нет. Одежду он так же не порвал меня. Все, осталось вам. Спасибо. Я могу сказать? У вас есть вопрос? Нет, все правильно. Все так, все так. Представитель, скажите, скажите, уступили за чечением, за чечением Куршкина, то есть на один протокол, административные правонарушения? Если мы с решением правонарушения, мы смотрим с частью первой, статью 23-34, и впоследствии неповинной закону распоряжения сотрудников милиции 23-34. В связи с этим были созданы для Александра Николаевича два протокола административного правонарушения. И что вы не его делали? Ну, во-первых, санкционировано пакетирование возле здания Европа, в том числе, что это не походили в солидной коробке. И второе, когда, будучи задержанным завершением первого правонарушения, он оказался неповинной, отказался проследовать службу на автомобиле, не смотря на неоднократно. После этого его на руках не слили в машину, он хватался за перилы, в связи с этим он был составленный поток. Предлагалось пройти в службу автомобиля? Да. Виталий Александрович неоднократно предлагал, в связи с чем потом еще и наушники сняли, еще повторили. Против денежек саму с уважением к автомобилю? Ну, да. Попытался за перилы руками. Отказывался идти, пришлось нести. Что было размешано в этой работе? Ну, я первый приезжал туда, второначально. Бывал я. Это сработало в тревожной кнопке. Ну, и софт не может все там делать, почему сработало. Приезжаю я. Вот молодой человек я снимал, я к нему подошел, представился, принцессовался, чем вы занимаетесь. Так? Так. Вот молодой человек снимал, я подошел, представился, принцессовался, что там происходит. Да, я ответил, он сказал. Далее я стоял, наблюдал, а случившуюся сообщил дежурную часть и ждал, пока приедут. Никаких действий не предпринимал. Ну, пока ждал, мужчина подошел к Николаевичу, чуть ему не ударил, пришлось этого мужчину уводить, чтобы не было инцидента еще какого-нибудь. После этого я опять же спустился на лес, возле лески сожидал по картине. Никаких действий я не предпринимал. Что набили в уши? Ходил, да, вперед, возле дверей, и, ну, в одной руке флаг был, а он периодически поднимал картину свою. Молча, никаких лозунгов. Молча, никаких лозунгов. Спасибо. То есть, пожалуйста, в связи с чем вы признали Таберка потерпевшим? Ну, потому что он, получается, при исполнении своих служебных обязанностей ему не подчинились его законным требованиям. Считается, что он потерпевшим? Скажите, вот вы слышали прояснение Таберка. Он объяснил, что никакой вред, в принципе, ему причинен не будет. В принципе, ему не будет. Но. Но. Тем не менее, вы... Он исполнял свои служебные обязанности, направленные на защиту нахранных общественного порядка. Ему не подчинитесь его законным требованиям. Однократно. Ну и как он пострадал от этого? Поясните. Какие последствия для него послужило дне повиновения души? Ну, как-то так вот. Спасибо мне, Бог. Всего лишь. Все там? Светлана Капитана. Вы все-таки гордите зал к вам. Возьмите, пожалуйста, ваше предыдущие. Меня зовут Вадько. Высоцкий Денис Александрович. Денис Александрович. Денис Александрович. Денис Александрович. Я родился. Ага. Затем. Знаем. Затем. 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 Был также фото второго, с одной стороны было написано «Россия война», со второй – «Беларусью». Дальше мы здесь следовали, я позвонился на непосредственно начальку, после этого было нажать на подлежный пух. Вышел через пожарный выход, после навоза парковки зажигался сотрудников медицины. Не важно, чтобы вот это было. Да. Расскажите. Дальше приехал сотрудник медицины. Здесь все остальное, получается. Сняли медаль, естественно. Тебе, гражданин Александр Николаевич Пушка, он в то время молчал, ничего не говорил, гражданин Слава, портретом, после чего подъехал еще на милиции, после этого Александр Николаевич Пушкин. В том числе, кто-то слушал еще и проведет в разницу с Пушкином, в том числе? Нет. А где находится? Получается, находится Александр Николаевич Пушкин, на которой если не было много человек, который не снимался в пункте, то есть. Вы сказали, что были плакаты, сподишь с Пушкиным, что тут вам помогло? Два плаката, получается, с изображением президента Российской Федерации. Третий плакат, получается, был, честно говоря, там был, вроде бы, задержан ТАП и Россия, агрессор Европы, что-то. Наши люди, кто расставят на Киеве? Нет. Виталий, вы? Да. Скажите, пожалуйста, а вы, вот, при самом задержании, я присутствовали? Скажите, пожалуйста, были подробнее, как этот процесс происходил? Вот подошли с артурной комилиции вот с этого момента и до момента, когда вы уже с артурной перспортили. Они представились. Да, дальше. Представились. Представились, а вам попросили пройти в правильную машину. Можно не начать? Да, можно, да. Представились. 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 Как отреагировал Пушкин? Ну, никак. То есть, он не сопротивлялся, но, наверное, не думал взять у себя вдруг флаг, а отшил. Ну, рука. Представились. Будет ли, что Пушкин слышал, что ему говорят? Ну, я думаю, да. Хорошо. А что, когда еще это делать? Дальше сотрудники милиции, получается, начали... Ну, не сила. То есть, они просто начали аккуратно выводить. То есть, фактически, у сотрудников милиции была фраза «предложение пройти в автомобиль». Более никаких пояснений, ничего вы от этого не слышали. Я лично... Больше... Ну, больше... Я просто да. Ну, это не только рядом с ним, это не только необходимо. Скажите, пожалуйста, у сотрудники милиции, вы мачили? За что? За клевом или... Уж... Не могу сказать. Не слышу. Вы... А ты ходили? Хорошо. Питание уже что-нибудь? Да. Ну, не мало. Мне кажется, что она, она подошла. Вы, Василий, вы? Вы, Василий. Нет. Вы. У Василий все равно просажение. Вы откликаете на ступнице. Давайте собираемся. Ваши фамилии не надо подать. Что у вас возродли у бомба. Где их им родились? Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Нагадаю, что сам термин «art» — французское слово с латинским корнем «performance» — «performance» — это значит переутворение формы, минавито-мастатской формы и своими деяниями, своими заявами, своим минавито-присутностью, с явлением, мастат, про свои творы и свои деяния, свою особу, створая тым место, где отбывается падение, мастатскую атмосферу. Все это належит уже до мистерии мастатства, до того, что, в принципе, взбогачая, что демное житье, житье человека, что является частой наше духовное рисование. Есть приклады, шарик прикладов в истории развития специфичной формы перформанса, как мастатской деятельности. Есть экстремальные, крайние формы, и часто бывают они социально невестичными, даже мастатами. Галяются люди, або робят некие неприемные вырубки, проявляют асоциальные поводины. Но на вот это все квалификуются и перформанс. В даденном выпадку ничего подобного не было. Мастак Пушкин – это культурная особа и деяничил ее в даденном выпадку в рамках публичной, огульнопринятой морали, по воле традиции, наша белорусская интеллектету. И когда я казал про форму, когда я казал про смест того, что отбывалось, то это для меня насыщенный и романски важный смест. Это «Заклик до мира», выступ суппорта идеи войны. И, в принципе, сама дея, сам перформанс миру подкреслила гуманистичный характер. Вкратце, колестисло, может быть, какие-то прикладнения, або запытания пилосы. Присутничали? Не, не присутничали. Но я добро познаемлюсь с тем, что отбывалось, поводли виды с дымков, поводли фото с дымков. А специфика нашей профессии полегает тем, что мастерство знамца может, это является частой нашей обовязкой профессии, может взвертаться до репродукции, до копий навык. При проведении таких, например, делений профессийных, как дентрификация, романальный анализ, это допускается, это в рамках профессийных действий. Да, не будет. Я верю, неудачный, Валерий Евгеньевич. И хочется сказать, что вы докладно подкреслили, что это был саправдый гуманный и мирный шлях вырешить наше питание болючей белорусской мовы, как людей изволили из Евроопта. Таким вот шляхом вы подтверждаете, что это было саправдый накрывано антивоенная и гуманная речь, чтобы изменить наш свет к лепшему, правда? Я уже выказал свою думку, я только хотел бы сказать, что вот такие культурные мероприемства, перформансы, концерты, выставы, выставы на улице, в публичных местах являются натуральной частью громадского життя в любой краине, на вот недемократичных краинах. Вернее, дивно, что мостарк творца был там затриманный, бывает, вот, сегодня мы заняты суд этим разглядом, потому что, в принципе, то, что отбылось, требовало поддавать на суд нам, мастерскознавцам, какие-то там давали оценки стылю, мастерским яркостям. Требовало ожидать того, как больше подобных мероприемств культурного плана отбывалось в публичных местах и в публичных просторах вашего рода. В этом, все взяло, приятно. Роман Викторик Левоскутский уже просто рассказал, про такого динстративного повышения выходила на белорусской мове, поэтому имена особого, если на голове динстративного процесс, было бы про такое динстративное повышение показано, как Александр. В связи с чем, это на русской мове показано, чем так ему написано? Ну, поясните, там есть паспорт, там данные есть на русском или на белорусском языке. Это очевидно перепутал и написал. Потому что все там на белорусском языке, визуально там и по А. Я поставил более особой тушке, на транспорте, а у вас больше с БАС в паспорт. А, есть паспорт. С БАС, да. Совершенно. Субтитры обходят, да. Я смотрю на протоколу случая, с меньшим документом. Проглядая ЦВДЗ. Нет. На некрасиве ценность получает свое право агентство. Подготитgos на улице З с выскоком управлении с Продолжение следует... 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 Административного правонарушения, предусмотренного статьей 23.34 и задержания Олеси Пушкина являются необоснованными. То есть, в принципе, его не должно было быть. И требования милиции также являлись необоснованными. Кроме этого, я не могу не обратить внимание на следующее обстоятельство. В данном административном протоколе в качестве потерпевшего призван сотрудник милиции Таберта, который осуществлял свои служебные обязанности по задержанию Олеси Гуляцкого. Создал сотрудничество протокола, который является материалом... ой, извините, Олеси Пушкин, который является материалом для нас, который является рабочимым данным сотрудником. Вместе с тем, что я обращаю внимание на статью 4.2 процессуального исполнительного кодекса об административных правонарушениях, в которую указано, что потерпевшим является физическое лицо, которому административным правонарушениям причинены вред жизни или здоровью, либо имущественным или моральным вредом. Будущий на прошлом, в качестве потерпевшего сотрудник лица Каперко пояснил, что в действительности никакого вреда ему причинено не было. Тем не менее, пытаясь надумать некий вред, он пояснил, что это послужило основанием, как его отвлекли отнесение к вреду. В то же время, я думаю, все понимают, что сотрудник выполнял свои древние обязанности по задержанию лица в действиях, хоть от его служебной обязанности, но кто его от службы не отвлекал. Допрошенный в качестве, допрошенный сотрудник милиции Мудринов, который составлял, в общем-то, административный протокол, также не смог дать внятного пояснения, почему сотрудник милиции был признан просыпевшим. То есть, совершенно очевидно, что все, что те основания, которые пытались, которые пытались, которые пытались зафиматься, были приумиться, это явно надуманные основания. Следовательно, оснований признавать сотрудника милиции не имелось. Более того, я уже говорил, что в пенсии сотрудник милиции, исполняющий должностные обязанности, никак, ни по какой статье не может стать потерпевшим в рамках административного производства. Если бы был, причем он, какой-то указанный вред действительно сотруднику милиции, то это уже совершенно иное поле его законодательства. Ну, явно. Поэтому, совершенно очевидно, что признание сотрудника милиции потерпевшим является незаконным. При каких обстоятельствах, я полагаю, как минимум данный протокол должен быть возвращен в отделение милиции. Как максимум, я считаю, что по нему также должно производство произвести вращено. Я прошу суд, это уже извиняюсь и постановление. В принципе, у меня нет. Это, по-моему, не будет. Суд постановил, применить, допустим, Александр Михайлович, в ответственности с часткой 1-й арт. 23-24-х. В республике Беларусь административное исполнение, в области штрафа, в договоре держава, на мероприятие база, в решении суммы 12-25-50 копеек. И вот померед cleaners так было 23-24-х административное исполнение, в области штрафа, в TOG, в области штрафы, в том числе 76-50 копеек. Суток вместе, в области десканально административное исполнение, в киевом, в том числе 24-го рубля. Моемость выведет в погодном протоколе, а до места сдаления от 6 червя 2019 года вернуть Кушкину Александру Николаевичу. Постановка может быть обскажена, по частому моменту областного суд на протягу до свидетельства. Суд неизвестен, а вырученен, а выручен, 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 а выручен. Суд неизвестен, а выручен.